Юлия Повинская, эксперт Киевской школы экономики, присоединяется к нашему эфиру. Юлия, приветствуем вас. Добрый день, приветствуем вас в эфире Фридема. Добрый день. Юлия, давайте начнем нашу беседу все-таки с 11-го пакета санкций, который был направлен прежде всего не столько на расширение, сколько на углубление санкций, в первую очередь, чтобы не дать России обходить ограничения за счет третьих стран. Как это работает, почему это было принято и как это предусмотрено, продолжение подобных ограничений в 12-м пакете? Что касается 11-го пакета, то действительно он был нацелен на усиление уже действующих санкционных режимов. И одним из ключевых решений было расширение запрета на транзит критических товаров в территории Российской Федерации, так как мир столкнулся с проблемой, что те товары критические, которые конечным пунктом назначения был условный Казахстан или страны, граничащие с Россией, они не доезжали до этих стран, а седали на территории Российской Федерации. И в 10-м пакете сначала был принят запрет на транзит товаров в двойном назначении, а в 11-м пакете были дополнены еще два санкционных списка, под которые также подпадают критические товары, которые могут использоваться в военно-промышленном комплексе. Тут важно понимать, что этот запрет начал действовать фактически с 1-го сентября, потому что там тоже был некий транзитный период. Соответственно, говорить о эффективности данного решения и о результатах нужно будет спустя некоторое время, когда мы поймем, насколько поменялись пути поставок и насколько этот механизм, эта лазейка уже России не используется. Что касается 12-го пакета, безусловно, не только в 12-м, а всех последующих пакетов, не только от ЕС, а и других стран санкционной коалицией, мы должны понимать, что мы будем видеть, как механизмы и решения, которые нацелены на усиление эффективности уже действующих и введенных санкций, так и продвижение по новым санкциям, либо же по новым категориям, которые еще не были введены. В перечень международных спонсоров войны попал крупнейший в мире производитель и экспортер бриллиантов, индийская компания Шри Рам Кришна Экспорт. Как отмечают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Украины, Индия является одним из основных покупателей, прежде всего, мелкого алмазного сырья из России, а также крупнейшим в мире центром производства бриллиантом. Бриллиантов в этой стране производится 95% всех алмазов в мире. Несмотря на уже введенные санкции против России в этой сфере индийской, компания все равно продолжает сотрудничать с Москвой и закупать у нее драгоценные камни. Так вот, по поводу кровавых алмазов, после, возможно, внесения этого вопроса в 12-й пакет санкций, сможет ли как-либо это повлиять на поведение Индии на рынке, и какая роль в этом именно Бельгии, как представителя крупнейшего рынка в Европе, по алмазам? И какой именно механизм может предложить Евросоюз, чтобы именно ужесточить контроль? Я хотела бы вас вспомнить, что, в принципе, сейчас как таковых больших ограничений запрета на импорт алмазов из России ввели только США и Англия, поскольку они не были зависимы совершенно от этого импорта. Основным покупателем из стран-коалиции являлся Европейский Союз в качестве Бельгии, у которой очень развит как раз алмазный рынок. И Бельгия все это время выступала основной страной, которая блокировала эти санкции, так как они действительно боялись, что они потеряют свой рынок, который сместится в Индию и Арабские Эмираты, при этом кровавые российские алмазы будут по-прежнему попадать в страны Запада через третьи страны. И как раз основным критерием и условием со стороны Бельгии, которая блокировала эту санкцию, было то, что должен был принять механизм, который позволит отслеживать происхождение алмазов и, как у вас было указано в сюжете, маркировать их происхождение, чтобы в конечном итоге алмазы не попадали на рынок стран-санкционной коалиции. Насколько мне известно, и это уже появилось в публичном медиа, что Бельгия подготовила подобный механизм, они должны скоро его представить. И если этот механизм устроит его прозрачность, его механика, как это будет действовать, устроит все страны G7, которые будут принимать это решение, то с большой вероятностью мы наконец-то сможем разблокировать санкции на российские кровавые алмазы. Что касается Индии, с ней довольно сложно. Тут нужно усиливать дипломатические отношения и дипломатический диалог. Буквально перед нашим эфиром я видела новость, что Индия просигнализировала России, их ключевому экспортеру Алроса, что они должны временно сократить импорт алмазов. Пока это был источник из российских медиа. Соответственно, пока непонятно, либо Индия играет на опережение и боится попасть под вторичные санкции со стороны стран санкционной коалиции, либо они выжидают и пытаются понять, как будут развиваться события по отношению к санкционированию этих драгоценных металлов. И вот тут нужно будет действительно отслеживать дальнейшее поведение Индии. И помимо Индии я хотела бы еще обратить внимание на Объединенные Арабские Эмираты, которые, в принципе, сейчас даже больше импортируют российских алмазов, нежели Индия. Поэтому тут тоже нужно усиливать и дипломатический диалог, и давление на Эмираты. Сжиженный газ, какую долю именно вот эта часть занимает в экспорте России? И будет ли ощутим удар санкционный именно для экономики России в этом отношении? Он будет ощутим, так как только в Европейский Союз, который как раз собирается запретить импорт жиженного газа, в прошлом году Россия экспортировала на почти 9 миллиардов долларов за прошлый год. Соответственно, для них это будет довольно ощутимо, так как их бюджет сейчас очень сильно зависит от нефтегазовых доходов, которые временно возобновились из-за проблем с ценой на российскую нефть. Соответственно, очень важно, чтобы Европейский Союз, с одной стороны, приводил в порядок исполнение механизма ограничения цены на российскую нефть, и, с другой стороны, продолжал лишать их своих ключевых доходов. Поэтому, со своей стороны, Украина максимально продвигает эту санкцию, так как это поможет лишить их дополнительных экспортных доходов, которые потом превращаются в ракеты, запущенные против украинских городов. Давайте пройдемся еще по некоторым пунктам нового предполагаемого пакета. В новый 12-й пакет предлагается включить российские предприятия военной промышленности, которые ранее не затрагивались санкциями. Также речь идет о средствах массовой информации, распространяющих дезинформацию Кремля о войне России против Украины, а также о санкциях против предприятий, связанных с компанией «Росатом». Кроме этого, Польша заявляет о необходимости включить в новый пакет санкций компанию «Альфа-страхование», которая занимается страхованием военной техники, используемой Национальной гвардии России, а также российского олигарха Андрея Косогорова из «Альфа-групп». Все предложения рассмотрит Еврокомиссия и затем должны быть одобрены всеми странами-членами ЕС. Так вот, как вы оцениваете возможность всех этих пунктов включения? Ну и наиболее такой вот важный пункт, я считаю, который давно уже напрашивается на санкции, это именно деятельность «Росатома». Смотрите, весь перечень, который вы только что озвучили, это действительно все те предложения, которые подают страны-санкционные коалиции, наши партнеры и украинская сторона, чтобы наполнить 12-й пакет, либо любой другой последующий пакет санкций. Соответственно, сейчас мы видим на более обширный перечень, и также мы понимаем, что некоторые санкции довольно сложны в принятии. Соответственно, мы продолжаем их продвигать, и по этим направлениям не останавливается работа, но мы каждый раз видим их в списке предложений к включению. Это особенно касается тех же самых «Алмазов», о которых мы говорим уже не первый месяц с вами, и также на санкции «Росатом». Героятнее всего, санкций напрямую на «Росатом» мы в 12-м пакете еще не увидим, так как это действительно довольно сложно продвигать из-за высокой зависимости Европейского Союза и их стран от атомного топлива российского происхождения, а также от того, что Россия продолжает строить атомные электростанции. Но если мы говорим о санкционировании дочерних предприятий или связанных с «Росатом» предприятий, то тут вероятность включения в санкционные списки довольно высока, так как уже были прецеденты со стороны Англии и Соединенных Штатов. Что касается расширения списков санкционированных предприятий военно-промышленного комплекса и пропагандистов, они, безусловно, будут дальше расширяться, так как этот список фактически бесконечный. И, к сожалению, еще много юридических лиц и физических лиц в этих секторах остаются вне санкций, поэтому, в принципе, в большинстве следующих пакетов мы будем видеть дальнейшее расширение. И также очень важно, чтобы наши партнеры синхронизировали списки между собой, так как если мы, к примеру, возьмем и сравним санкционные списки Соединенных Штатов и Евросоюза, они будут отличаться, и там не будет 100% покрытия одних и тех же самых компаний и физических лиц с двумя нашими ключевыми партнерами. Поэтому мы будем постоянно видеть расширение подобных списков. Вы знаете, мне вот ситуация эта напомнила историю с запретом въезда автомобилей с российскими номерами в страны Евросоюза, когда прозвучала фраза, что ограничения тогда эффективно работают, когда вводятся комплексно. Так вот, почти на следующий день после стран Балтии ввела ограничения Финляндия, на следующий день Польша, и тогда это уже, естественно, ощутим эффект. Вот как быть с вот этими общими санкциями против России? Почему не комплексно, почему не единовременно, почему вот так постепенно происходит? Какой вот этот механизм, как он работает? Нам нужно понимать и трезво смотреть на вещи, что все равно у всех партнеров санкционной коалиции, у всех стран есть внутренняя структура экономики, есть те сектора, в которых они менее зависимы или более зависимы. И люди, которые принимают решения о санкциях в странах-партнерах, они также вынуждены смотреть и взвешивать свои решения, исходя из позиций и рисков, которые могут повлиять на их внутреннее население и на их состояние экономики в целом. Соответственно, действительно, нам бы хотелось, чтобы российскую экономику еще в феврале 2022 года полностью отрезали от мировой экономики и финансовой системы. Но нам нужно понимать и помнить, что российская экономика была очень сильно интегрирована в мировую экономику, они успешно посадили на сильную зависимость тот же Европейский Союз от своих энергоресурсов. Соответственно, это призвало к тому, что те же ключевые энергетические санкции довольно долго принимались, так как Европейскому Союзу нужно было перестроиться на новых поставщиков, чтобы не сделать коллапс на внутреннем рынке, чтобы их внутренние избиратели не пострадали и не потеряли деньги. Соответственно, Украина должна умно подходить к санкциям, что, в принципе, мы и делаем на всех уровнях, и мы всегда при своих санкционных предложениях взвешиваем на то, какая есть зависимость у наших партнеров. Если уровень зависимости высокий от какого-то конкретного товара российского происхождения, тогда предлагается поэтапное введение санкций, либо дорожная карта, которая помогает нашим партнерам принять решения с так же шагом, начиная с довольно легких для них решений. И вот тут хороший пример Алмазы, что, если смотреть на структуру торговли, мы уже видим, что та же Бельгия сильно уменьшила импорт российских алмазов. Соответственно, с экономической точки зрения, они уже менее зависимы от этого товара Российской Федерации. И вот теперь важно, чтобы, если будет принят запрет на эту категорию товаров, чтобы он был эффективный, нам как раз нужен механизм отслеживания российских алмазов, чтобы они потом не смогли все равно зарабатывать на западном рынке. Поэтому все санкции, которые вводятся, действительно их довольно сложно сейчас вводить, потому что огромный спектр уже всех возможных ограничений был введен. И это отдельное направление работы всей украинской команды, чтобы синхронизировать санкционные списки, синхронизировать санкционные решения, ограничения по торговле, а также унифицировать экспортные контроли, чтобы те товары, которые уже находятся под запретом, они все равно не попадали на территорию Российской Федерации. Юлия, я с вашего позволения еще раз процитирую агентство Bloomberg. Евросоюз, возможно, разработает механизм передачи Украине замороженных активов российского Центробанка. Почему возможно? Почему это так сложно? Каковы механизмы, чтобы все-таки запустился этот механизм и российские деньги России уже смогли, как скоро это может произойти, чтобы они работали уже на Украину и на послевоенное восстановление страны? Тут также важно понимать и разделять активы Центробанка и активы олигархов и физических лиц Российской Федерации, которые сейчас заморожены в странах санкционной коалиции. Если мы говорим о активах и резервах Центробанка Российской Федерации, то они защищены суверенным иммунитетом. Что это значит? Что есть практика, что Центробанки всех стран в мире хранят свои резервы в твердых валютах, это в долларах, евро, юанях, иенах, в Центробанках западных стран, которые являются защищенными и стабильными. И, соответственно, для того, чтобы страны не переживали, что с их деньгами что-то случится, они защищены суверенным иммунитетом и как раз, чтобы не только заморозить эти резервы, но и взыскать их и передать Украине, как Евросоюз, так и Соединенные Штаты и другие наши партнеры, где находятся эти деньги, они должны внести соответствующие изменения в свое законодательство, чтобы юридически корректно это сделать. И также очень важно, чтобы подобные изменения в законодательстве не создали прецедент для страха для других стран, что теперь Штаты, Европейский Союз и другие центральные банки других стран могут спокойно конфисковать активы, которые находятся у них на сохранении. Поэтому это технически очень сложно с юридической точки зрения. И вот сейчас стоит отметить Соединенные Штаты, которые очень активно над этим работают и продвигаются в плане принятия законодательства. И отдельный пункт вопроса, что те деньги Центрального банка, которые сейчас находятся в замороженном Европейском Союзе, они приносят процентный доход от их сохранения. И также сейчас продолжается дискуссия, чтобы Европейский Союз принял механизм, чтобы они могли передавать доходы от замороженных пока активов Центрального банка в Украине уже сейчас. И на финал нашей беседы еще один вопрос, который, кстати, упоминался в нашем материале. Почему санкции против России нужно рассматривать в комплексе с санкциями против Беларуси? Почему это так важно? Беларусь является не то что сателлитом Российской Федерации, а фактически ее тихо поглотили. Соответственно, нужно понимать, что Россия использует Беларусь не только в плане военных действий против Украины, а также может пытаться ввозить санкционные товары через эту страну, потому что по факту там границы между этими странами фактически отсутствуют. Соответственно, тут нужно расширять все санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию, на Беларусь. В принципе, ключевые запреты на экспорт товаров в Беларусь, они уже были наложены за это время. Соответственно, нам просто нужно продолжать эту динамику и неким паровозиком санкционировать также Беларусь. С другой стороны, важно помнить, что экономика Беларуси не является самостоятельной, она фактически из дотационной и из России. Соответственно, ожидать, что какой-то сильно большой ущерб экономический и коллапс произведут санкции на Беларусь не стоит ожидать, потому что в этом сотрудничестве между этими двумя странами Беларусь всегда являлась рецепиентом финансовых влияний со стороны России. Соответственно, пока Путину выгодно участие в использовании Беларуси, они будут давать им деньги, чтобы их страна оставалась на неком плову. Юлия, спасибо огромное за ваш анализ, за ваши оценки. Юлия Повицкая, аналитик Киевской школы экономики, была гостем нашего эфира. Мы говорили о 12-м пакете санкций, которые Евросоюз готовит против России. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова